Решающая игра. Португалия перед последним туром Лиги нацию вырвалась на первое место после неожиданного разгрома Чехии со счетом 4-2-0. Вряд ли кто-то ожидал, что в таком матче Роналду ни разу не отличится, а защитник Долот, который забивает крайне редко, сделает дубль. Но португальцы показали, что могут играть и в атакующий футбол. Главное изменение в тактике, Сантуш выпустил двух опорников и развязал руки креативщикам Бруну и Бернарду. Так что моментов сразу стало больше. А в обороне здорово себя проявили Диаш и Данила. А ведь еще не было канцелу, да и Жота вышел со скамейки, и забил. Глубина состава у португальцев приличная. А вот Испания разочаровала своих болельщиков в матче со Швейцарией. Команда Энрики по традиции много владела мечом, но делала все медленно и предсказуемо, поэтому редко доводила свои атаки до опасных ударов. А вот стоило Асенсия один раз взять игру на себя, как он сразу создал голевой момент для Альбы, и тот не промахнулся. В целом, беда у испанцев был не только с нападением, но и с защитой. Это тоже не что-то новое, и им и раньше было сложно обороняться при стандартах. Вот и здесь швейцарцы дважды отличились после угловых и сенсационно победили в гостях. Теперь Испания отстает от Португалии на два очка, и ей нужна только победа. Но как победить без забивного форварда? Со Швейцарией впереди играли Сараби, Ферран и Асенсию, два гола на троих в этом сезоне. Есть еще Марата, но его тоже не назовешь бомбардиром. У Португалии состав более талантливый, а впереди есть Роналду с его вечной голевой жаждой. Хозяевам достаточно будет ничьей, но и от победы они не откажутся. На то, что Португалия выиграет с 4-0, фан-бет дает коэффициент 1,67, скромно, но выглядит надежно. Еще один вариант основан на статистике. И Испания, и Португалия редко попадают в створ, в бет-сити можно поставить на тетал меньше 8,5 ударов в створ ворот за 1,7. В трех последних личных встречах больше ударов не было.